Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Доброе утро, сахалинцы! Меня зовут Юлия Билли, и я обещаю, что впереди нас ждет много интересного. Горячие новости, эксклюзивные интервью и захватывающие репортажи. Все самое свежее и актуальное в программе «Солнечное утро». Поехали! Чтобы вспоминали потомки, узнаем, какие события вошли в историю 10 июля. Весь интернет на ушах. Расскажем, что обсуждают пользователи всемирной паутины. Красота спасет мир. Вместе с бьюти-экспертом научимся ухаживать за волосами летом. Повторяйте за профессионалом. Фитнес-тренер Екатерина Баландина покажет эффективные упражнения для любого возраста. Сегодня 10 июля, и в нашем народном календаре много увлекательных фактов. Какие события произошли в этот день в истории, какие приметы и суеверия сопутствуют ему, и что звезды предсказывают знаком зодиака. Смотрим. 10 июля многие жители планеты вспоминают сказочную няню Мэри Поппинс и празднуют день полета на зонтике. История умалчивает об авторе забавного торжества. Зато точно известно, что первое изобретение, напоминающее зонд, появилось больше тысячи лет назад, до Рождества Христова. Согласно данным ученых, его использовали для защиты от солнца жители Древнего Востока, Египта, Индии и Китая. 60 лет назад вышел в свет альбом группы The Beatles и Hard Days Night – «Вечер трудного дня». Он стал переломным для музыкантов и первым, где все песни написаны членами коллектива. Кроме того, специально для раскрутки альбома The Beatles сняли фильм с одноименным названием, но песни приобрели такую популярность, что купили стоимость затрат на кинокартину более чем в 30 раз. Лунный календарь Сегодня советуют садоводам и огородникам воздержаться от посадки культур. Растения могут плохо приживаться и не давать плоды. Для посева возможны только лук, редис, пекинская капуста и зелень – базилик, кинза, петрушка. Также стоит обратить внимание на уход за растениями, обработать их от вредителей, прорезать всходы и удалить поросль. В июле 1991 года в газете «Советский Сахалин» вышла большая заметка о медведях. Ее автор, биолог, охотовед рассказал несколько историй о встрече с хозяином тайги. Специалист рекомендовал не брать на охоту новичков, а жителей области призывал отказаться от похода в лес на две недели. А какие новости, актуальные в июле этого года, узнаем в традиционном обзоре социальных сетей. Сотрудники МЧС разыграли зрителей мнимым утопленником. Во время записи видеоролика о правилах купания в водоемах в кадре появилось плавающее тело. Оператор сообщила об этом своему коллеге, последний сразу бросился в воду. Позже сотрудники МЧС выложили вторую часть видео. Оказалось, что это розыгрыш. Роль утопленника исполнил сотрудник чрезвычайного ведомства. При помощи перформанса спасатели хотели привлечь внимание к важности соблюдения правил поведения на воде. Белый медведь терроризирует жителей села в Якутии. Хищник появился в Усть-Оленьке 26 июня и с тех пор не покидает округу. Люди беззащитны перед животным, боятся покидать дома. Охотники не имеют права начать охоту, так как белый медведь занесен в Красную книгу. Местные органы провели совещание, где решили активно применять методы по отпугиванию животного. Во Франции прошел турнир по футболу с танцами. Такой вид спорта называется диско-фуд. В игре участникам запрещено бегать по полю. Можно передвигаться только с помощью танцевальных движений в такт музыки. Критерии для победы – хорошая хореография и, конечно, количество забитых голов. Главной целью такого необычного спорта считают не выигрыш, а зрелищность. Игра настолько полюбилась французам, что они представят пару матчей на Олимпийских играх. Футбольную команду «Сокол» из Казани выставили на продажу. Объявление засветилось на маркетплейсе после потери главного спонсора. За укомплектованный состав игроков, тренеров, врачей и администрации просят 5 миллионов 300 тысяч рублей. Зато инвентарь и экипировка в подарок. Цена за клуб ненамного больше долгов. За сборы и неоплаченный взнос команда должна 5 миллионов. Однако в спорте «Сокол» делает успехи. Во всероссийском чемпионате занял второе место, немного уступив кировскому «Динамо». Вы смотрите программу «Солнечное утро» и на очереди у нас путешествие по Сахалинской области глазами местных и материковских блогеров. Сама я сегодняшнюю тему рубрики не знаю. Ей занимается специально обученный человек, так что давайте смотреть вместе. Сахалин, остров сокровищ. Дело не только в полезных ископаемых. Настоящие украшения нашего региона – живописные места. В одной из них сегодня отправляется автор канала «Мир в палатке» Василий. Мы запрыгнули в электричку и сейчас направляемся на восточное побережье острова Сахалин в поселок Стародубское. Первый отрезок пути Южно-Сахалинск-Долинск путешественник преодолел на поезде. Мужчина подметил, что добраться таким способом очень просто и недорого. Уже до Стародубского блогер доехал на такси, а в точке назначения рассказал немного истории о названии населенного пункта. У Стародубского в разное время было три разных названия. Первое название оно получило в 1886 году при его образовании и назывался «Дубки». Название интригиальное, потому что здесь, собственно говоря, росла дубовая роща. Второе название, самое интересное и для русского слуха, оно прям режущее, можно так сказать, «Сакайхама». Вот так называлось. После того, как наши войска доблестные освободили юг Сахалина и Курилы, это село получило название нынешнее – Стародубское. Блогер прошелся по берегу, напомнив, что Янтарный пляж – популярное место. Его часто посещают сахалинцы и гости острова. Далее прогулка привела Василия к следам, которые оставили японцы в далеком прошлом. Гуляя по отливу, по этим вот каменному, скажем так, дну, которое открылось во время отлива, ты замечаешь присутствие японцев. Посмотрите сейчас внимательно на искусственное происхождение вот этих вот отверстий. Вот раз отверстие. И по прямой линии они идут навстречу морю. Автор канала объяснил, что эти отверстия – следы балак от деревянного пирса, который когда-то строили японцы. Некоторые из них до сих пор можно увидеть, гуляя по пляжу. Вот именно вот в таких вот залежах морской капусты и можно обнаружить янтарь. Я и хочу заняться, буквально там минут 10 потратить на это поисковое удовольствие. Спустя некоторое время Василий насобирал немного янтарных камней. А на его канале можно найти много интересных видео о Сахалинской области. Желаем автору побольше просмотров и ждем новых путешествий с интересными историями. Солнце, пляж и море – есть много причин с нетерпением ждать теплого сезона. Но для наших волос лето несет определенную опасность. Что на самом деле происходит шевелюры, когда она подвергается воздействию ультрафиолетового света и соленой воды? И как ее защитить, расскажет Лариса Вишнякова. Доброе утро! Сегодня мы поговорим с вами о том, как ухаживать за волосами в летний период. Жара, сухость, морская соль, ультрафиолет – все это негативно сказывается на состоянии наших предей. И из-за негативного воздействия окружающей среды кожа головы должна очищаться ежедневно. Поэтому приобретайте шампуни с низким PH-эффектом. Также бывают еще шампуни, которые сразу предназначены для использования в летний период. Например, на них так и написано – солнечная линия, либо шампунь в летний период. Еще я рекомендую использовать питательные маски 2-3 раза в неделю. Также волосам нужно увлажнение, поэтому необходимо пить воду и использовать кондиционеры, бальзамы с увлажняющим эффектом. Если вам хочется иметь здоровые эластичные волосы, то вы можете использовать спрей, которые, возможно, сразу уже идут с ультрафиолетовым фильтром, либо защитой, то есть от ультрафиолета, либо вы можете использовать маслице для волос и наносить его на вторую часть волос. То есть вот таким вот образом. Я была рада с вами быть этим утром. Вишнякова Лора с любовью к себе и с заботой о красоте. Всем пока! Я тебя раскусил. Так говорят, когда хотят сказать, что ясно видят намерение человека. Выражение происходит еще с тех времен, когда подлинность денег проверяли на зуб, монету прикусывали, и если не оставалось вмятин, она считалась настоящей. О происхождении и значении другого фразологизма расскажет моя коллега Василиса Долгушина. В звуке, голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. Так сказал французский писатель и философ-моралист Франсуа Шестой де Ларош Фуко. А мы начинаем. Очень опытный человек, которого трудно провести, обмануть или удивить. В общем, стрелянный воробей. Фраза произошла от пословицы «стрелянного воробья на мякине не проведешь» и породила еще один фразеологизм «на мякине не проведешь». Исследования показывают, что традиции стрелять по воробьям в России никогда не было. Порох стоил дорого, да и огородные разорители после выстрелов все равно возвращались. Так что филологи сходятся во мнении, идиома возникла от объединения двух других выражений – «старый воробей» и «стрелянная дичь». Употребляйте богатство русского языка к месту и с правильным смыслом, ведь в красноречии, как и в искусстве, простота часто говорит громче сложности. Вы когда-нибудь задумывались, почему «семерка» ассоциируется с удачей? От сказочных гномов до загадочных чудес света это число встречается повсюду. Почему именно «семь» стало символом счастья в разных культурах мира? Попробуем разобраться в сюжете корреспондента. В 2014 году британский математико-писатель Алекс Беллас провел онлайн-исследование. Он попросил людей назвать любимое число. В опросе приняли участие порядка 44 тысяч человек, и 10% из них выбрали цифру «семь». На втором месте по популярности расположилась «тройка». Удивительно, с результатом в 7%. Самым нелюбимым оказалось число 110. Его не выбрал никто из респондентов. В официальном видеоролике Алекс Беллас объяснил любовь к «семерке» с математической точки зрения. Исследователь уверен, тайна кроется в обособленности числа. В пределах первой десятки оно самое простое. Его нельзя удвоить или разделить. Многие ученые сходятся во мнении. Название цифры произошло от еврейского слова «савах». В буквальном переводе «быть наполненным» или «удовлетворенным», «иметь достаток». Кроме того, цифру присваивали всему, что имело высокую ценность. Стоит только вспомнить русскую поговорку «за семью печатями». Цифра тесно связана с религией. В Ветхом Завете Бог сотворил землю за шесть дней. На седьмой решил отдохнуть, тем самым заложив основу недели. В Новом Завете цифры символизируют единство четырех сторон света со Святой Троицей. В книге Откровения фигурируют семь – ангелов, печати, церквей, трупы, звезд. В Коране говорится о семи небесах. Мусульманские паломники обходят Каабу в Мике, самое священное место ислама, семь раз. В индуизме существует семь высших и нижних миров. В буддизме новорожденный Будда поднимается и делает семь шагов. Психологи связывают счастливое свойство семерки не только с историческими традициями. В 1956 году американский ученый Джордж Миллер установил, большинство людей способны удерживать в кратковременной памяти семь элементов информации. Исследование легло в основу классической психологии. Наш организм жаждет утренней активности, но мозг стремится сэкономить ресурсы и не спешит включаться. Без должной стимуляции вы рискуете весь день провести в сонном оцепенении, чтобы разбудить тело и настроиться на продуктивный день. Присоединяйтесь к энергичной разминке с фитнес-тренером Екатериной Баладиной. Доброе утро! Сегодня мы с вами поработаем над самой красивой частью нашего тела, а именно ягодичными мышцами. Мы выполним достаточно тяжелое функциональное и координационное упражнение. Для его выполнения нам не понадобится никакой инвентарь. Мы встаем с вами ровно, вытягиваемся макушкой вверх, руки ставим на подвздошные кости. Уводим левую ногу назад в позицию полтора, большой палец на линии с пяткой правой ноги. Голень правой ноги мы начинаем вращать наружу, так чтобы ваша арка стопы приподнялась. Большим пальцем, мизинцем и пяткой давим в пол. Уводим таз назад, уходим в хип-хинч. От макушки до копчика ровная линия. Лобковой костью тянитесь к носу, выталкивая слегка задние и нижние ребра вверх в потолок. То есть вы не должны переразгибаться в пояснице, удерживайте всегда нейтраль. Из этого положения отрываем ногу левой, левую ногу от пола и начинаем раскрывать, поворачивая таз, мы начинаем раскрывать левое колено. Возвращаемся и полное разгибание в тазобедренном суставе. Упражнение достаточно тяжелое. Если вы будете чувствовать, что вас подшатывает, что вы теряете контроль и баланс, вы можете придерживаться за какой-то предмет. Повторим с вами еще. Уводим таз назад. Сгибаются голеностопные коленные тазобедренные суставы. Ровная линия от макушки до копчика. Руками помогаем себе повернуть таз. То есть таз здесь является драйвером. Он главный. Не нога поворачивает таз, а наоборот. За счет поворота таза поворачивается, то есть поднимается ваша нога. Возвращаемся. И полное разгибание. Теперь мы подключим с вами в работу руки. Для чего они нужны? Во-первых, в момент раскрытия колено чаще всего начинает стремиться внутрь. Этого допускать нельзя. Во-первых, поскольку идет травматизация коленного сустава. Во-вторых, ваша ягодичная мышца уже работает не на 100%. Поэтому кладем правую ладонь на внешнюю сторону правого колена. И перманентно вы будете коленом давить в ладонь. Это поможет оставить колено стабильным во время выполнения упражнения. И подключить среднюю и малую ягодичные мышцы еще больше в работу. Итак, положили ладонь на внешнюю сторону правого колена. Левую руку положили на левое колено с внешней стороны. Или оставили на подвздошной кости левой стороны. Я положу руку на колено. И начинаем давить что с правой, что с левой стороны ладонями на колени. И раскрываемся. Плавно возвращаемся к центру. И полное разгибание. Что здесь происходит? Когда мы уводим таз назад, у нас включается большая ягодичная мышца в работу. Она удерживает наш таз в нейтрале. В тот момент, когда мы уходим в сгибание, ей приходится включаться и напрягаться для того, чтобы мы не упали вперед. Когда мы с вами начинаем раскрываться, у нас активно подключаются в работу еще и средняя и малая ягодичная. Тем самым, в этом упражнении прорабатываются все три пучка ягодичных мышц. Если к этому упражнению добавить вес, то вы получите огромный спектр ощущений. Я вас уверяю. Но не торопитесь. В этом упражнении очень много нюансов. И поэтому старайтесь отработать их сначала без веса. Поэтому мы собираем все вместе и выполняем. Вытягиваемся макушкой вверх. Руки у нас могут быть, напомню, на подвздошных костях, на старте. Для того, чтобы лучше понимать, как вращается таз, напомню, что таз является драйвером. То есть он запускает движение во всем теле, не наоборот. И мы с вами тянемся тазом назад. Удлиняемся от макушки до копчика. Помните, никакого прогиба быть не должно. Никаких неприятных ощущений во время тренировки в области поясницы, коленных суставов, шеи быть не должно. Вы чувствуете только целевую мышцу. Если вы работаете с ягодичной мышцей, значит, должна чувствоваться именно ягодичная мышца. Ничего другого. Ушли, сконцентрировались, положили обе ладони на внешнюю сторону правого и левого колена. Взгляд ваш направлен всегда перед собой, то бишь вниз. Если корпус у вас наклонился вперед, взгляд опущен вниз. Не закидывайте голову, не перенапрягайте шею. Когда у нас шея начинает напрягаться, ягодичные мышцы выключаются частично из работы. Поэтому, если вы хотите качественно потренировать ягодичные мышцы, всегда держите эту нейтраль. Ладонями давим на правое и левое колено и начинаем раскрываться. Затем возвращаемся. И полное разгибание и включение дополнительной ягодичной мышцы. То есть возврат таза в естественное положение вертикальное. Снова согнулись. Для того, чтобы усилить нагрузку на опорную ногу, на рабочую ягодичную мышцу, давите еще сильнее на колено. Раскрываемся. Возвращаемся. Если с балансом все хорошо, вы можете не ставить ногу на пол. Это добавит еще больше нагрузки. Согнулись. Раскрываемся. Контролируем положение вашего колена. Помните, что оно у вас направлено на второй палец ноги. Оно не уходит внутрь. Давим коленом в ладонь. Возвращаемся. И полное разгибание. И повторим все то же самое сейчас на другую ногу. У меня ягодичная мышца уже хорошо себя чувствует. Собираемся вместе. Макушкой тянемся вверх. Уводим таз назад. Ладони на коленях. Начинаем раскрываться. Помним про колено, про палец, мизинец. Большой палец, мизинец, пятку. Возвращаемся. И полное разгибание обязательно. То есть, когда вы поднимаетесь, вы должны подтянуться лобковой костью вверх, не оставляя таз в переднем наклоне. Вот в этом положении, когда таз вперед ушел, ягодичная мышца не работает качественно. Поэтому всегда пятками давим в пол. Лобковой костью тянемся вверх. Повторяем. Согнулись. Раскрылись. Вернулись. И полностью выпрямились. Давайте еще вместе со мной два раза. Потом обязательно в редакцию напишите, как вы все будете чувствовать. Ух. Вот реально пять раз и уже все. То есть, работает полностью. Три пучка ягодичных мышц. Офигенное упражнение. Я очень рекомендую вам его попробовать и включить его в ваш тренировочный процесс. Я желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения. Пока-пока. Мои неугомонные коллеги уже погрузились в водоворот свежих идей для будущих выпусков. А я, Юля Бель, прощаюсь с вами. Пусть ваш день наполнит яркие моменты и улыбки. До встречи на Солнце ТВ. Новый, современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост, бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Субтитры подогнал «Симон»!